Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире, тройку лидеров возглавила австралийская Куантас, на втором месте Air Новая Зеландия, бронзу получила Эва из Тайвани. Компании оценивались по нескольким факторам, в том числе по сроку эксплуатации самолетов, по количеству катастроф и аварий, по числу эффективных проверок со стороны властей, кроме того, по показателям слаженности работы экипажей, наземного обслуживания судов и так далее. В двадцатку также вошли, и вот тут хотелось бы назвать хоть одного российского перевозчика, сказать, наш аэрофлот условно находится на такой-то позиции, вот только нет в этом списке отечественных авиаторов. При том, что тот же аэрофлот в советское время являлся крупнейшей авиакомпанией на планете. Интересно, а почему там нет наших перевозчиков? Вы тоже не знаете? Странно, по телевизору мы с утра до вечера слышим это прекрасное слово «безопасность». Национальная безопасность или мы должны обезопасить себя от внешних врагов для этих целей? Нам нужны ракеты и армия, внутренняя безопасность. Оградим граждан российскую устойчивую стабильность от пятой колонны, проплаченной Западом, поэтому нам необходимы Росгвардия, полиция, казаки. Сейчас вот об информационной безопасности лопочем. Безопасный интернет создаем, потому что существуют какие-то там кибер... угрозы кибератак. А с авиабезопасностью-то чего? Или пацан со стаканчиком на митинге страшнее неисправного лайнера в воздухе, на борту которого человек 300 находится? Начинаем! Хотите честно, вот уже омерзение вызывает этот вселенский пофигизм и последующая за ним брехня чудовищных масштабов, потому что нормальным людям давно очевидно. Единственное, что беспокоит наших папиков, это чтобы их собственные розовые попки в тепле оставались, в смысле в безопасности, а для дураков, простите. Есть Соловьев с Киселевым, есть еще целый список лизоблюдов, хотя я бы назвал этих людей подлецами и предателями, которые любого горбатого слепят, лишь бы хозяева довольными оставались. А то, что в воздухе, равно как и в космосе, мы уже давным-давно в папуасов превратились, хотя были когда-то первыми. Да кого это волнует? Главное, мультик про нарисованную ракету вовремя в эфир воткнуть, по телеку показать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. О, я Рогозин тут чего опять отмочил. В последний день ушедшего 2019 года наш главный недокосмонавт, недоруководитель космической отрасли, давал интервью пропагандистскому каналу «Россия-24», в смысле Всероссийской государственной телерадиокомпании. Конечно, корреспондент задала Рогозину вопрос, а было не маски? Теперь держитесь за что-нибудь. Секта свидетелей Илоновых. Вот что изрыгнул из себя этот... Я даже не знаю, как его называть. Так короче, этот... Внимание на экран. Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих, понимаете, сект, свидетелей Илоновых. Понимаете? Те, которые... Не знаю, как вам, но мне, например, не смешно, потому что в данном случае мы говорим не о дурачке из НОДА. В кадре был глава российской космической отрасли. Которую когда-то возглавлял Королёв, человек-легенда. И вот последователь того Королёва, простите меня за это неуместное сравнение, позволяет себе опуститься до уровня гопника. Хотя нет, даже не гопника. Скорее маленького, глуповатого мальчика, который... Сейчас объясню. Представьте себе ситуацию. Сидят дети в песочнице, делают куличики. И вот у всех куличики получаются, а у одного нет. В какой-то момент нерадивый мальчик, вместо того, чтобы попросить совета, помощи, например, начинает в порыве злости топтать куличики остальных. А когда ему делают справедливое замечание, мол, ты чего творишь-то? Начинает истерить, кричать что-то вроде, ну и что, а ты, козёл, и на оппоненту в глаз. Стыдоба, честное слово. Это реальная журналистика, ведь год только начался. Поехали! Впрочем, есть, друзья, и хорошие новости. Вот сейчас без шуток и сарказма. Глава Крокус Групп. Арас Алагаров назвал мизерные зарплаты и пенсии в России главной помехой для развития экономики страны. Ну, хоть один умный человек нашёлся. Бизнесмен практически на пальцах объяснил, что низкий уровень обеспеченности людей всегда отрицательно сказывается на экономических показателях. Мы можем сколько угодно наращивать производство, увеличивать объёмы выпускаемой продукции, можем строить миллионы квадратных метров жилья, использовать самые современные маркетинговые ходы в секторе продаж. Но если у народа не будет денег на то, чтобы всё это покупать, любые телодвижения бесполезны без господина Лагаров. Вы всё это ещё нашим чинушам объясните, а то такую бредятину иной раз несут. Да-да, я сейчас про тупо здравительную телеграмму Медведева работником налоговых органов. Он тогда брякнул, мол, где сбор налогов является основой экономического развития государства. Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. И я это знаю. Это тоже помним, да? Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше питаться, например. Вот, и с такими идеями эти друзья нас 20 лет в пятёрку крупнейших экономик мира вывезти пытаются. Ха-ха-ха. Повторюсь для тех, кто на бронепоезде, и попытаюсь совсем на детский язык перевести, то, о чём сказал этот мужик Лагаров. Зачем нужны квартиры в новостройках? И отчёты из разряда «В этом году мы построили на полмиллиона квадратных метров больше, если их некому продавать». На кой ляд забивать полки в магазинах эксклюзивными и трижды качественными товарами, если оно всё равно не покупается? Народ берёт что подешевле, а остальное лежит мёртвым грузом. А это деньги, между прочим, которые могли бы вращаться в экономике и приносить прибыль. А какой смысл в банковских кредитах, когда человек не в состоянии этот кредит затем отдать? Я сейчас не о микрозаймах говорю, на подарки к Новому году, или там даже на приобретение недорогой машины. Я о кредитах, на серьёзные вещи или для развития бизнеса. Тотальная нищета ведёт только к одному, к ещё большему обнищанию. Это как игра в карты на раздевание, смысл которой оставить оппонента без трусов. Вот только однажды он без трусов и останется, и что? А всё, гейм-овар, хотя о чём я распинаюсь, если у нас даже главнокомандующий вот так вот рассуждает. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил один донор, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Ну да, фантиков-то больше стало. Ноу комменс, господа. Кстати, а вы в курсе, что по итогам прошлого года, 2019-го, мы вышли на рекорд по добыче углеводородов? Исторический рекорд. Столько нефти Россия не добывала никогда в жизни. Не буду пугать вас цифрами в миллионы баррелей, всё равно это не особо важно. Спросить хочется, а кто-то из вас этот момент как-то на себя ощутил? Сечина, мы сейчас об этом спрашивать не станем. Я к вам, друзья, обращаюсь. Ну, почувствовали, нет? Давайте проведём параллель ради интереса с 2006-м. Почему я выбрал именно этот год? А дело в том, что тогда нефть стоила столько же, сколько сегодня, 69-70 долларов. Вот таблица. А ещё 2006-й в этой связи стал годом невероятного экономического подъёма, благодаря чему рейтинг Владимира Путина вырос до небес. Народ президента заобожал просто. Теперь вернёмся в день сегодняшний. Цена на чёрное золото ещё раз та же. Добыча увеличилась, по идее. Мы должны потихоньку начинать своих кошек красной икрой кормить и... Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее. Вот это поворот, слушайте. 13 лет назад при похожем раскладе в стране случился резкий экономический подъём. Люди стали жить значительно, подчёркиваю, значительно лучше. Сегодняшние расклады даже круче, а у нас пока говорить о каком-то солидном росте нельзя. Каким-то кидало вам попахивает, не находите. Впрочем, это уже совсем другая история. А это была хреальная журналистика, и сегодня вот так. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с тем и предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.